Здравствуйте! Продавать алкоголь только с 21 года. Такой законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Его авторы убеждены, что, цитирую, принятие данной меры оградит наше общество от ранней алкоголизации молодого поколения. Инициаторы нововведения опираются на данные Всемирной организации здравоохранения. В прошлом году наша страна заняла четвертое место в мире по количеству употребляемого алкоголя на душу населения. И на опрос в ЦИОМ. Согласно ему, 79% населения поддерживают запрет на продажу алкоголя до 21 года. Надо сказать, что подобные законопроекты уже не раз вносились в Думу, но пока без результата. Еще одна инициатива сегодняшнего дня – увеличить пособие на погребение в три раза. С таким предложением выступила общественная палата. Речь идет о государственном пособии на погребение. Его предлагают сделать не менее 25 тысяч рублей. Для пенсионеров установить пособие в размере трех пенсий и выплачивать родственникам единовременно из пенсионного фонда. Для работающих установить размер выплаты от 25 тысяч рублей, независимо от места работы, и выплачивать из фонда социального страхования. Для неработающих граждан такое пособие должно составлять не менее трех минимальных оплат труда по региону и также выплачиваться из фонда социального страхования. Сегодня государственное пособие на погребение в стране 5277 рублей 28 копеек. И по мнению общественников, эта сумма не покрывает реальных затрат на ритуальные услуги. Средняя заработная плата россиян станет на 12% ниже. Речь идет не о сокращении заработных плат, а о смене методики расчета. Как пишут ведомости, с этого года рассчитывать среднюю зарплату россиян будут по-новому. До сих пор средний заработок в экономике считали на основе зарплат работников крупных и средних предприятий. Теперь же будут плюсовать и доходы, занятых в малом бизнесе, у индивидуальных предпринимателей и у частных лиц. То есть учтут более низкие доходы. Следовательно, средняя зарплата по стране станет ниже. Как посчитали чиновники, примерно на 12%. В первую очередь смена методики скажется на бюджетниках. По указу президента 2012 года зарплата врачей, преподавателей вузов, научных сотрудников должна к 2018 году составлять 200% от средней по региону. А раз средняя зарплата по региону станет ниже, значит в 2016 году зарплату бюджетникам можно не индексировать. По прогнозам, нововведение поможет сэкономить бюджету 150 миллиардов рублей. Цены на кондитерские изделия в России за год выросли на четверть, посчитали эксперты Центра исследований кондитерского рынка. Больше всего выросла стоимость шоколада. В августе 2015 года цены на сладости увеличились в среднем на 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Например, стоимость шоколада за год выросла на 37%, карамели на 30%. Меньше всего на 16-18% подорожали кексы, рулеты и торты. Основная причина подорожания – рост цен на сырье. По данным исследователей рынка, самые дорогие кондитерские изделия в Москве, Санкт-Петербурге и в целом в Северо-Западном федеральном округе, а также на Дальнем Востоке. Самые низкие цены – в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Курсы валют на 23 сентября – доллар 66,17 рубля, евро 73,95 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах!